Ну что, друзья, готовы к очередному влогу? Погнали! Утро, друзья, бывает разным. Естественно, просыпаемся, делаем вакуум, гимнастику, пьем водичку. И только после этого завтракаем. Завтрак должен быть хорошим, питательным, как у меня. Ну что, день начинается, едем кое-куда. Очень хорошая погодка, замечательное настроение. Мне партнеры подарили карту на 200 баксов в Under Armour. И иду выбирать себе что-нибудь. Может быть, подберу. Одежда, в принципе, у Under Armour одна из лучших. Вот, подобрал, купил себе такие шорты. 55 баксов. С такой вот кофтой. Тоже 70 баксов стоит. И такие вот штаны. 70 баксов. Довольно-таки комфортно и очень приятный материал. Вы знаете, у нас жарко. Поэтому стараюсь подбирать такую одежду, чтобы было комфортно. Радостное событие, друзья. Многие на протяжении 4 месяцев видели на мне вот такой вот браслет. Ясное дело, да, что это не фитнес-браслет. Но вот мой новый адвокат, наконец-то, ровно через 4 месяца, со второй попытки добился, чтобы с меня эту хрень сняли. На самом деле, очень некомфортно. Видите, несмотря на то, что 21 век, здоровенная она, требует как минимум 2 раза в сутки менять батарею. Ну и вообще, в принципе, просто это некомфортно. Не представляете себе, какие ощущения испытываешь после того, как 4 месяца потаскал такую ерунду, когда ее с тебя снимают. Это кайф, это свобода, это просто позитив. И на фоне позитива будем продолжать и другие новости интересные. Вы помните и знаете Машу Мартынову, которая тренирует и тренируется у нас в зале. Она в этом году выиграла любительскую олимпию, свою категорию. Машка молодец, поздравляем ее. И держать в том же духе. Желаем в следующем году победить и в овер. А вот, друзья, моя команда Iron Religion по хоккею в этом сезоне еще за окончание до одного тура оформила чемпионство. Просто супер. Я, как всегда, в топе вратарей в этом сезоне вообще на первом месте. Улучшаем, как всегда, зал. Стараемся, чтобы он был более позитивным. И вот Артемка, который вы тоже видели не раз уже у меня на канале, нарисовал вот нам такую штуку. Успеваем потренировать АВУ. Вы знаете, что приседания это лучшее упражнение из когда-либо придуманных. Нет ничего лучше приседаний. Заменить их ничем нельзя. И для парней, и для девушек. Как для массонабора, так и для похудения. Румынская тяга, или тяга на прямых ногах, выполняется именно так, как вы видите сейчас, делает Алла. И добили все вот в таком вот шикарном станке для ягодичных мышц. Очень удобно. А что ты с вами показываешь язык? У нее зубов тут. Ну что? Сейчас вот Элла будет Макса. Вот он принесет 200 долларов. 250? Сейчас будут супер защипы. Куда? И накладись чуть-чуть. Нет, не наклоняться. Сори, у меня холодненькая ручка. Сори, у меня холодная рука. Сколько защипов будет? У меня будет 4. 4. Один под лопаткой, да? Угу. Один, все на животе. Да. Складочка. Не вот самый. Не выпендриваться? Не выпендриваться. Так, 31. И на бедре? Нет. Нет? На сиськи? Нет. Ну. Это что такое? А где же? На бицепсе. А, ничего себе. Вот сколько технологий, столько... Да. На бицепсе красавчик. Почему? Потому что его нет? Не, ну что это малая. Малая кожа. А теперь самое сложное вычисление. Турецы. Вот такая вот табличка. Потом. В принципе, как и у нас, Макс. Просто у нас уже получалось очень нелепо. Ну что его, сколько? Ну как я, в принципе, и думала. Да ладно, сколько? Да, 13. 13 процентов? Да, это 13 процентов. Вот. 13 процентов жира вот у этого чувачка. Ну на, теперь меня тогда. Снимай. Ну, смотри. Каждый человек, любой, независимо от женщины или мужчины, мы все держим воду. А, ну да. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Окей, в спине очень много воды. Даже я сейчас, вот, смотри, если ты посмотришь на меня, вот это вот. Вот это все вода. Ну да, ты же ее будешь выгонять. Да, но я имею в виду, что мы все еще держим воду. У меня почему вода вот здесь, вот прям? Это у всех. Вот круг вот этот, всегда вода. Вот так. Ю-ху. Это такая вот. Стой. Чуть-чуть вспотевший. Да, мне сейчас надо, подожди, я тебя должна вытереть немножко. Где таймайка? Чак, не суйте. Вот это? Угу. Ты так переживаешь, что вспотел? Ну, не приятно. Это он меня увидел. Я не знаю. Но. У тебя будет меньше, наверное. Нечестно. Замерь его нормально, чтобы у него было больше. У меня нет, Юра. Да, да. У тебя меньше. Егор, скажи, тебе больно? Очень, он плачет. Да, у тебя меньше жиры. Нечестно. Да, у него причем будет, да. На удивление, кажется, да, что он гораздо жирнее меня. Нет. Блин. Все, одеваться больше меня трогать не будешь. Сколько всегда? Так, мне вот через пару дней будет 43. Пока 42. Угу. Десять. Десять у меня? Да. А где же мой пресс при десяти? У меня при десяти должен быть пресс. При десяти у женщины пресс. У тебя не будет. У тебя, ты крупный. И если ты сейчас уберешь весь сахар, в принципе... Даже достаточно просто не менять сильно сахар, я тоже думаю. Нет, не менять, его вообще надо убрать. Нет, я имею в виду не менять питание в плане сильного углевода и белка. Больше убрать чисто только сахар, а ставить напитки только воду. Только сахар, да. Сахара, если ты уберешь, добавишь ненужное тебе, нелюбящее кардио, его надо при сушке, никуда ты не денешься. И да. Для мужчины, в принципе, десять это немало для мужчины, который занимается. Ну, который не выступает, нормально. Ну, который не успает, это нормально, да. Но если ты хочешь пресс, тебе надо спускаться к семье. Да, как минимум, наверное, да. Три процента, наверное, не упратишься. Тебе по-другому. Вот когда у тебя будет десять, у тебя будет пресс. Ха-ха-ха. Смотри, у вас разные совсем фигуры. Потому что ты лэнки, длинный, у тебя по-другому, высокий. А ты коренахтый, у тебя по-другому. Жирный. Потому что у него, почему вот, например, люди высокие, они могут есть так же, как и ты, но на нем это будет выглядеть меньше. Почему он выглядит больше? Меньше по телу. Да. Ну, вот, например, у Женьки, вот эта подруга Ольга была, помнишь, высокая? Вот она есть. Угу. Ее было больше бадлифэн. Угу. Но выглядела она более худой. Угу. Я поняла. Кто выиграет из нас этот бадон? У кого будет пресс лучше? Нет. Не пресс лучше. Здесь, понимаешь, у вас разные фигуры. А нам Элла скажет. Она жила. У вас разные фигуры. Элла как специалист, через два месяца заберет нас. Я тебе скажу, это вот в процентном соотношении кто потеряет больше жира. Ну да, я тоже так думаю. Вот как. Именно процент от процентов. В процентном, да. Да, да. В процентном соотношении. Потому что если ты, например, с Ион, скажем, потеряет, знаешь, там, два процента, да, а ты потеряешь четыре, и там в процентном соотношении. Это же примерно одинаковое. Ну я и вообще говорю, инженерал. Знаешь, там, если кто-то потерял столько, ты у тебя, я, Элла, папа, не сильно в математике. Смотри, я сильно в математике, поэтому я предлагаю такую штуку. Процент, который будет, делить на процент, который сейчас, и у кого меньше этот коэффициент, тот победил. Ну естественно, по коэффициенту. У кого, кто лучше сбросит больше процентном соотношении, о чем Элла и говорит. Да. Кто больше в процентном соотношении с коэффициентом, тот победил. А не по Элла, потому что, во-первых, смотри, у разных людей разные конституции. Да его может и не быть. Смотри, я и моя сестра, да, при одинаковом количестве подкожного жира у нас разные. У меня, что называется, мужской. А ты сейчас загораешь, ты красненькая. Нет, я всегда такая. Так ты тоже красненькая будешь, ну любишь. Ну я загорела чуть-чуть, но я не загораю, как бы, пациент. Но, поэтому, например, понимаешь, у меня, что называется, мужской пресс. У меня кубики. Но это еще из гимнастики. Потому что у меня... Ты всю жизнь в спорте. Я не качаю пресс уже три года вообще. Не делаю ни одного украшения на пресс. Зачем? Вообще. Увеличивать кабель. Нет, вообще никогда. Вообще не качаю. Молодец. Так, давайте прощаться с телезрителями, потому что я уже задолбался. А, это телезрители? Да. А я думал, ты просто записываешь? Нет, это не прямой эфир, это будет просто. Скажи телезрителям пока. Пока телезрители. Да, скоро... Я там слышал, вы с Аллой планируете, да, сделать какой-нибудь ролик о беременности, как тренироваться? Нет, мы хотели прийти к тебе и с тобой поболтать. А не важно, где. Ну, я имею в виду, с тобой поболтать. Хорошо. Я всегда рад. С тобой поболтать про беременность. Да. Может и надо. Вот, логи. Прольешь нам сам свет какой-нибудь на беременности. Да все, сдох, наверное. Ага. Перегрелся. Ну вот, я в принципе так... Пуськи. А вот очередная порция, полученная мной на несколько дней. Тевтели с пастой. Курица, паста. Курица и картошечка. И вот такое очень интересное, нежирная свинина, бобы. Пюре такое, по-моему, что-то наподобие тыквы. И вот такие зеленые стручки. Очень прикольные на вкус. Так что на пару дней есть чем заправиться. Да, пусть-ка. Все помнят Габи, которая работала у нас. Она тренируется у нас, продолжает тренироваться. Выступала. Тоже выиграла свою категорию. И выиграла общую категорию. Сейчас она со своим парнем открыла шикарный ресторанчик. Hey, Russian people, how are you? Come out to get a sushi. Габи была нашим франциском, наверное, несколько месяцев назад. Сейчас вот они открыли свой магазин, ой, свой ресторан. Габи, owner, yeah? Yes. Me, sugar and Gustavo. Ага, free, то есть, да? Свой суши-ресторан открыли и вот такую вкусняшку делают. Very tasty. Yeah, I like it. Yeah, yeah, very tasty. It's a Japanese, it's like a version. Better than another sushi I try here. Yeah, which one you want to? А что у нас вот в этих штучках, как будто бокалы для мартини? Рыба какая-то? Savichi, что ли, да. Рыба, а, тилапия с лучком в каком-то специальном соусе. Выглядит очень круто. Попробуем, как на вкус. Грибы оказались очень вкусными. Я без соуса их ем, так, с палочками. Тилапия оказалась очень вкусной. Я ее прям всосал практически. Ну, а это вот уже пошли стандартные блюда. Что это? Сейчас попробуем. Не помнишь, что ты заказала? Что там, как называются хотя бы? Неа. Очень интересно, кстати. Бразильцы держат, наши друзья. И вот бразильские суши. И вот такие штуки принесли классные. Это сальмон, рыба. Рыбку я очень люблю. Поэтому будем сейчас ее тестировать. Суши оказались очень вкусными. Ну, всегда, когда только-только открываются рестораны, в принципе, все всегда все вкусно делают. Обычный лук. Нет, это кальмары. Ой, кальмары, извиняйте. Обычные. По-моему, еще и лук будет, да, такой? Ну, где-то. Ты любишь, да, кальмары и лук? Кальмары я люблю. Естественно, после таких вкусностей нужно потренироваться и самому. Да, действительно, эти суши бразильские, все очень-очень свежее, как всегда, может, при открытии. Ну, и нам, как VIP-гостям, наверное, все-таки тоже повезло. Стоит недешево, но это того стоит. И после такого, естественно, своя тренировка идет на ура. Я очень хорошо поприседал. Естественно, после такого, после такой заправки, несмотря на то, что это легкая еда все-таки, я люблю, чтобы прошло часа два. Чтобы все хорошо переварилось, чтобы не было никаких проблем. А как вы, через какое время после того, как вы поели, вы тренируетесь? Ну, а партнер, вот мой друг, тренируется иногда сразу, поест и идет, а потом жалуется, что у него проблемы с животом, отрыжка, и плохо он себя чувствует. Никогда так не делайте. Вечером после тренировочки, вместо того, чтобы ходить по беговой дорожке, или где я предпочитаю походить по таким вот узеньким аллеям, это, кстати, у нас аутлеты. Вечерком здесь обычно всегда мало народу. Ну, так уютно, красиво, и хорошая заминка получается после тренировки. Вот такой ужин сегодня у меня. Два вареных яйца, салат я такой очень люблю здесь. Видите, ничего вредного. Черный хлеб с фето-сыр, это брынза. Так вот, жена меня балует, и я все-таки надеюсь прорисоваться гораздо на меньшее количество жира, чем сейчас у меня есть. Сейчас у меня 10%. А как ужинаете вы, друзья? Вот такой, друзья, был денек. Очень позитивный. И, естественно, хочется вечерком расслабиться. А как это сделать, если не в бассейне? Слава Богу, он у нас под носом.